Слушайте, я очень-очень-очень редко берусь за изготовление кабур и всякого рода отформованных чехлов под что-либо. В стиле олдскула, в стиле Советского Союза, в стиле вот этого вот всего. А если берусь, то назначаю за это достаточно немалую такую сумму, отчего у некоторых людей, ну, не слабо так бомбит. Потому что они приходят на рынок, видят, к примеру, кабуру под пистолет по цене там 200-300 гривен. И в шоке, а почему так дорого? Рассказываю. Итак, есть задача сделать некий чехол для фотоаппарата, причем, ну, не просто кубик-чехольчик, а в виде кабуры, чтобы там была отформовка под объектив, под вот это вот все. Знаете, в стиле олдскульных, советских, зенитовских, но уже на новый лад. Вот такой вот эскизик мы собрали. Ну, а для того, чтобы сделать так, как фотоаппарат у нас имеет некие определенные параметры, габариты и не совсем простую форму прямоугольника, пришлось сделать его замеры. А замеры сделаны вот для этого. Собственно, вот эта колодка. И она полностью повторяет формы фотоаппарата из расчета на то, что он будет доставаться вот таким образом. То есть здесь, например, был глаз, да, но он продублирован на всю длину. Ну, что самое интересное, такую купить-то нигде нельзя. И для создания вот такого чехольчика для фотоаппарата нам будет необходимо либо пожертвовать фотоаппаратом, потому что формуется это кожа на мокрую, давится и так далее, и так далее. Либо изготовить с нуля вот такую вот штуку. И времени на изготовление этой колодочки ушло ничуть не меньше, чем на изготовление какого-то простого кошелечка, а то и двух. Помните, я на днях выкладывал историю по поводу чехла для фотоаппарата, пластиковой колодки и всего остального? Так вот, продолжаем ее делать. Но, скажу сразу, простая кожа туда не подойдет. Там используется кожа растительного дубления, которая не окрашена и которая может формироваться на мокрую. Выглядит она вот так. Больше этого скажу, из-за того, что кожа достаточно тоненькая, заказчик попросил сделать ее в два слоя. В общем-то, потрасил еще почти день работы. Ну, чуть больше, чем полдня, скажем так. Штука обтянута, и она пока что весь стоит и сохнет. Да, кстати, прокраска. Это краска глубокого проникновения, вот такая. Она въедается внутрь кожи, там прям аж до середины пробивается. Поэтому, даже если захотим ее поцарапать, то она не сцарапается. Вот. И вот этот вот кубышек у нас делается уже второй день. Потому что первый раз, первый слой намочили кожу. Ею обтянули нашу колодочку. Вот здесь вот видно. Вот там, вот он где-то в глубине. Потом мы ее отформовали, оставили, чтобы он высох. И уже после этого натянули второй слой кожи. Точно так же зафиксировал скобами на степлере. А вот здесь будут боковушки уже другие, из другой кожи. То есть, из всего вот этого вот благолепия будет видна только передняя и задняя стеночки. Боковушки у нас будут другие. И клапан на эту крышку у нас тоже будет другой, новый. Сегодня я это добро оставляю на ночь высохнуть полностью. А завтра уже разбираю, склеиваю слои между собой и прокрашиваю изнутри. Ну и так же обрезаю по контуру все, что необходимо. Начинаю делать боковушки. Ну и вот как-то так это все происходит. Вроде как и ничего сложного. Кому-то может показаться замудренным. Но на самом деле ничего такого экстра сложного. Просто чуть-чуть магии. Прошел денек. Достаем скобы. А теперь делаем муковичку. И добираемся до первого слоя. Вот такая штука получается. Ну и то же самое с первого. Ну и на выходе у нас получается две вот такие коробочки. Это наружная часть, это внутренняя часть. Чуть больше детализации. Теперь соединяем. Ну ничего. Клеем намазали. Сейчас подсохнет и будем соединять. Заполируем. Ну а теперь берем вот эту красоту, пропитываем воском, прокрашиваем изнутри, обрезаем все лишнее и получаем очень красивую штучку. Останется только делать боковушки, заднюю защёлку, там пару вырезав и похвастаюсь готовым результатом. Ну и чего, и чехольчик-то готов, собственно, как его, покажем сейчас вам, что там получилось. Ну и вот как-то так он выглядит. Отформована кожа, ручные шовчики и внутри, по пожеланию заказчика, тканюшка, здесь велюр бархатистый, такая у нас крышечка и регулированный поясок. Продолжение следует...